А я была точно такой же ребёнок, как все послевоенные московские дети. И, наверное, если не все, то как многие дети, я писала стихи. Всегда писала, всегда говорила, что я буду литератором, что нагоняла некоторую скуку на знакомых моих родителей. Так вот я писала себе стихи, ходила в дом пионеров, тогда Красногвардейского района. И здесь вот упомяну один маленький случай, который мне уже довелось описывать когда-то. Это было, сами понимаете, как много-много лет назад выпал мне в жизни мой первый бедный успех. Я, вот такой подрастающий ребёнок, читала стихи, и множество людей вдруг оказались добры ко мне. Ну, просто по снисходительности к моему возрасту и по расположению к пишущим детям. И вот я читала, и мне выпала похвала и аплодисменты. И нужно сказать правду, что, несмотря на несуетность того моего возраста, этот первый успех подействовал на меня. Я помню, как я шла по Покровке и Моросейке, ныне улицы Богдана Хмельницкого, от дома пионеров до своего дома. И помню, как я просто снегопад испепеляла вокруг меня, так плыхало моё лицо, так я была возбуждена, так, видимо, желала я большей и лучшей славы. Вошла в свой подъезд, и здесь вы не пугайтесь, пожалуйста, и увидела кровь на лестнице. Она сопутствовала мне до пятого этажа, где я жила. Это моя собака попала под автомобиль и погибла. Много лет прошло с тех пор, но поучительность этих двух совпадений, ничтожности и бренности, успеха и драгоценности, живой, пусть малой жизни, эта поучительность осталась во мне навсегда. И, может быть, другим способом, другим уже умом. Но не раз я вернусь к этому раздумью, не раз ещё соотнесу. Ценность, ценность двух совершенно разных вещей, никакую ценность славы и совершенную драгоценность живой и чужой жизни.